привет друзья теперь мы можем создавать google сайты с новой со своей темой вот я вам показываю оформление по своему вкусу теперь в сервисе сайты можно создавать собственные темы что это значит все просмотрим видео это касается и владельцам которые уже создали сайты вы можете абсолютно настраивать свою тему новую создавать для новых пользователей и старых пользователей я рекомендую зайти в раздел сайты и посмотреть галереи шабоны тут добавились многие шабоны вот нажимаем галереи шабонов и вот добавились новые шабоны у нас работа мероприятие все это просмотрите кстати неплохие шабоны может вы отсюда что-то выберите и сразу начнете создавать вот давайте один посмотрим давайте допустим этот портфель его фотографа и вот уже тут с фотографиями и вот тема тут уже так же самое вот нажимаете темы и нажимаете на плюсик и создаете свою тему на всех абсолютно шабонах вы можете поменять оставить или создать новую тему как заходить в google сайты есть два варианта которые я использую первый вариант это google диски нажимаем и заходим второй вариант которыми я больше пользуюсь нажимаете вот в правом углу и выбираете где все значки другие приложения и опускаетесь чуть ниже и вот google сайты нажимаете почему именно так что вы можете нажимаете вот пустой файл и вы уже создаете он вам сразу предлагает открыть галерею шабонов то что я вам показывал посмотреть посмотреть галерею шабонов и второй вариант нажимаете диск нажимаете мой диск опускаетесь еще вот у вас тут выбор что у вас еще есть еще и вот google сайты и нажимаете создать вот два варианта которые вам больше нравится выбирайте и сразу что мы делаем нажимаем темы вот верхнем правом углу нажимаем темы и создаем свою тему и поехали даем название тема и загружаем логотип нажимаем вот на этот значок и загружаем логотип выбираем фотографии открываем фотографии бесплатно скачете пиксель а также можете выбрать отсюда вот теперь добавлю изображение баннера можете выбрать отсюда прям с google сайта здесь она предложит ваши также вы можете по url найти совершить поиск вот google и перейти и добавить что-то отсюда вы можете поменять их потом добавить и нажимаете далее теперь выбираете цвет темы которая нравится вот стандартного тут можете поменять пользовательский цвет можете изменить все свой выбрать цвет и нажимаете далее теперь вот эти настройки выбирать шрифт я пользуюсь шрифтом ареал это самая важная шрифт из-за чего я все иначе его менять у себя создавать потому что постоянно каждый раз настраиваешь размер шрифта он стоит по умолчанию чуть чуть меньше размера я обычно 14 пользуюсь вот выставляем шрифт ареал основной текст тоже будут ареал вы выбираете шрифты какие вам нравится и нажимаете новая тема все вот так вот загрузилась я рекомендую можете изначально баннер себе подготовить который надо нам и изображение и вот у нас логотип наш потом все меняется отсюда вас этой странице старых сайтах она так было вот все отсюда вы меняете выделяете эти все настройки вот изменить изображение загрузить выбрать изображение и все меняется стандартным образом галерея вас теперь открывается доступная потому что вы создали свою тему в общем главное изображение название страницы все здесь и даете потом название сайта теперь же нам надо разобраться в настройках я вам только покажу и вот теперь мы можем настраивать свою тему первая новая тема где один изменить и можете изменяться здесь настройки просмотрите я не буду углубляться потому что все показано для меня самое важное это текст вы же здесь посмотрите вот все нажимаете стиле и тут все стиль текста размер выбираем здесь на каждый абзац вот глазочек будет и вы нажимаете и он показывает вам что это значит основной формат этот глазок заголовок подзаголовок какого цвета будет изначально вот у нас стоит стиль одиннадцать два три можем поменять но нам сейчас от заголовок красный мы поменяем заголовок на свет который захотим вот и понять должны что настройка текста это самое важное вот у нас идет при когда мы добавляем заголовки подзаголовки главный заголовок будет сайта заголовок потом идет подзаголовок и мелкий шрифт это все нам надо перенастроить настройки убрать по умолчанию поставить свои с цветом понятно вы разберетесь теперь переходим к размеру нам надо нажать на текст и теперь вот здесь все показано вот глазочек и все показано вот этот цвет и вот нам надо вот сейчас стоит у нас обычный текст а тут основной заголовок обычный и нам надо настроить размеры по умолчанию стоит 12 мы изменяем размер я 14 ставлю 14 ставлю теперь заголовок 34 так пускай остается теперь второй заголовок 18 я его сделаю 20 вы же изменяйте как вам надо это потом все можете изменить под заголовок я сделаю 18 нажимаем теперь мелкий шрифт он тут 8 я сделаю 10 все остальное формат можете полужирным сразу сделать наклонным все здесь выставите вы потом будете не надо будет вам каждый раз менять текст вы выставите свой формат который вам надо это самое главное постоянно везде мучаешься интервалы между абзацами тоже выставите которые вам надо и не строчный интервал между строк теперь переходим дальше уже идет наше изображение где мы можем тоже дом менять вот наше изображение все здесь показано не буду застряться мы уже создали и теперь навигация что такое навигация так будет выглядеть фон когда мы создадим от страница 1 страница 2 для этого меняем цвет навигацию и кнопку которые здесь остались да все остальное будем корректировать когда уже создадите сейчас мы у нас кнопок нету пускай будет все по умолчанию красным вот здесь все меняется все темы мы создали остальное все будет потом и также вот отсюда когда мы вышли вот три точечки мы можем изменить ее копировать тему удалить поменять можем несколько тем сразу создать вот сразу мы можем на плюсик нажать еще создать можем другую поменять родную создать просто нажать простая да и все теперь расскажу сразу о важных настройках сначала самого верхнего на что здесь у нас будет опубликовывать первые вот эти три точечки самая важная эта история версии если вы удалите не дай бог случайно страницу вы нажмете на историю версии и всегда сможете ее возвратить обратно также вы всегда можете создать копию сайта и хранить ее или подарить поделиться вот так будет выглядеть история версия и вот мы она предложит перейти на тот день тот час когда вы последний раз опубликовывали так что не переживайте если что-то испортите вы всегда можете возвратить теперь нажимаем здесь находятся настройки это настройки как отсюда и тут у нас самое главное это находится здесь изображение бренда нашего инструменты просмотра пользовательские домены здесь мы будем добавлять домены свои аналитика это когда опубликуете здесь надо будет добавить первое что вам после создания это надо сделать посадить google аналитику без google аналитика вы не можете подать в индексацию сайтов запомните все видео есть на моем канале как индексировать подать в индексацию чтобы он был в поиске сайт как без домена также из домена вы все это можете на моем канале в поиске создание google сайтов что такое показать баннер цвет баннера на примере покажу вот сайта вот так будет выглядеть при действии цвет баннера вот это все наши снимки которые мы добавляли и внизу вы можете вставить ссылку вот она выделилась красными кинул названия можете youtube дать можете вообще ничего не делать можете другого сайта чтобы с этого баня переходили на ваш сайт или видеоканал и нажимать или открывать в новой вкладке я допустим просто youtube канал добавил все оформление это очень важно и не спешите потихонечку все несколько раз к этому оформлению возвращаться постоянно менять улучшать и теперь где показывать только на главной странице либо же на всех выставляете значок все готово и вот наш появился баннер и вот при нажатии нас переходит сразу на youtube вы же ставите свой youtube канал или сайт вот теперь можете поменять любой цвет баннера сделать это в нашей теме либо же с этой части как я показываю нажимаете изменить логотип и меняете опять цвет баннера так теперь показываю как меняется цвет и удаляются все вот эти элементы вот меняется цвет стиль вы также сама здесь можете можете загрузить изображение вставить можете просто поставить стиль 2 что это значит вот эта область выделяется и так как вы создавать вы можете полностью менять страницы цвета и также удалить вы можете вот кнопка удаления и также скопировать раздел добавить сразу второй раздел если вам надо вы можете их создавать сколько угодно и при тут же меня сразу же другое загрузить изображение изменяете свое оформление добавляйте фотографии и вот так оно будет выглядеть примеру теперь опять поднимаемся вверх и вот нажимаем на человечечко это доступ вы можете по ссылке можете не опубликовывать сайт делиться чтобы вам помогали доставлять предоставлять доступ следующая это будет ваша ссылка а тут просмотреть как выглядит ваш сайт и вот эти две стрелочки отменить это все простое теперь переходим к страницам сейчас самое главное на этом застаемся тоже на страницах вот три точки у нас только одна страница здесь мы создаем свои страницы можем создать копию страницы открыть параметры и добавить под страницу к этой странице либо же вот плюсик внизу создать страницу добавить ссылку и создать раздел меню давайте сначала создадим страницу создаем страницу даем название и теперь внимание вот здесь где еще нам надо будет указать путь путь мы не должны указывать на русском языке это когда у вас будет много страниц вы создадите это будет ваш url сейчас я покажу что это значит находите транслит генератор подбираете ключевые слова и делайте url хорошую ссылку потому что у нас русский язык надо либо чтобы было на английском а мы создаем вот и копируете и вставляете ключ с ключевыми словами это будет путь название вашей страницы вот вашей темы которые вы создадите страна тему например людям айтикейкинг или создание сайтов вы также должны указать путь нажимаете готово исправить всегда вы можете здесь и теперь самое главное здесь вы если надо создаете еще можете под страницу страницы вы уже умеете театр добавляйте под страницу также также даете название также сама указывайте путь и нажимайте готово и так вот в таком порядке вы создаете себе сколько надо страницы по страниц с этим главным вопросом мы разобрались и теперь вы сможете каждой теме делать кучу под страниц и к этой созданной под странице вы можете еще одну под страницу добавить добавить под страницу и все так же это надо у кого много страничные сайты и с большими темами все так же самое готово и смотрим и вот у нас есть уже создана одна страница к этой странице сделана под страница и еще к этой под странице еще одна так можете создавать сколько вам надо ну не рекомендуют больше трех делать но если у вас сайт с продажами товаром то вы же сами понимаете по вашей теме надо создавать много давайте еще раз заострю открыть параметры обратите внимание на вот это указать путь это самое важное в сайтах почитайте статьи про указание по странице добавить ссылку это просто вы можете привязать к любой странице ссылку я не буду показывать и также создаете раздел все это постепенно поймете здесь он без ничего у вас будет просто даете название нажимайте этого и к этому разделу вы потом можете добавлять под страницу кто понимает для чего он нужен кто не понимает это при создании когда много страниц вы делаете отдельный раздел чтобы идти чуть-чуть влево вправо и теперь переходим следующему варианту вставка где вы будете создавать все остальные элементы самый главный который вы будете каждый день производить добавляет текст видео изображение первая верхняя часть вот я вожу мышкой текстовое поле изображения диск строить вы также можете отсюда все делать либо же на пустом поле щелкаете два раза мышкой и добавляйте текст загружайте изображение встроить диск все то же самое что вот это здесь находится что здесь мышкой намного все быстрее и загружайте также само изображение либо же выбираете давайте первое изображение загрузим просто нажимаем загрузить и выбираем свое изображение когда загружается у вас выбирается ссылка и все настройки загрузить выбрать и добавить альтернативный текст нажимаете и все это все создаете следующая часть идет макеты также самое можете щелкнуть либо же перетащить и так же самое выделяете эту область можете менять каждый вот раздел добавлять текст либо же нажимаете перетаскивать передвигается вот передвигаете можете туда-сюда менять где вам надо и также удаляется выделяется меняется цвет это уже объяснял вам и удаляется выделили удалили макет также самое можем вставлять как загружать выбирать вот все youtube загрузить изображение теперь у нас текст настроены можем вставлять текст и сделать чтоб он птичка сворачивался и так у нас мы выставили как заголовок 34 14 у нас будет обычный текст на реалу сразу мы всегда можем все менять выбираем допустим отсюда вот обычный текст меняем на заголовок и у нас уже стандартный идет размер который мы установили по умолчанию в теме все у нас идет цвета выполнить что мы настраивали самом начале вот это наша тема все абсолютно меняется нажимаете добавляйте сюда текст мне нравится здесь все идут настройки удаляете передвигаете любое место можете ставить все остальное по выбору оглавление я порекомендовал карусель изображения кнопка и разделители периода вот нажимаем и вот он будет разделять наши следующие работы оглавление будет всегда вверху заголовки вы можете нажимать скрыть где у вас будет заголовок она будет самом верху для пользователя удобно он нажмет на заголовок и опустится сразу на нужное место сворачиваемая группа на любителей карусель изображений это красивая вещь добавлять надо сразу не меньше пяти фотографий по моему одним разом открываете вот так это будет выглядеть и также все это настраивается можете потом в теме на также поднастроить автозапуск включать это будет передвижение и скорость движений выбирайте я поставлю средняя и вставка и теперь также самая разделяем его раздвигаем уменьшаем увеличим как на вот так выглядит карусель изображения вы только установите скорость чтобы она была быстрее и длиннее это будет автоматически вам всю производить ваши фотографии рекламы и также все остальное можете добавлять это метка заполнитель как выглядит и что вам надо добавить youtube добавляете свой канал выбираете и самое важное это кнопка и добавляйте кнопки кнопка делается название и ссылка например на вашу страницу либо же на ваш товар который вы хотите даете название нажимаете вставка вот эта кнопка помните что вы все цвет меняете все меняется движение ширина длина вот так это будет выглядеть кнопка вы можете больше меньше делать вот эти все абзацы вы можете менять цвет добавлять фотографии и вставлять видео все будет выглядеть у вас как вы хотите все остальное вы выберете создание гугли сайт настройки оптимизации варел страниц все здесь найдете в моем плейлисте а также я буду подсовывать в рекомендованных видео чтобы вы могли быстро хорошо все создать и остается вам только выбрать навигацию сбоку либо же верхнюю верхние это сейчас а сбоку это будет выглядеть вот так нажимаем просмотр и вот боковая панель и так вот ваши все страницы темы будут все видеть наш баннер нажимается на главной странице вот google сайт переходит на youtube вот так мобильная версия вам останется только опубликовать либо же сделать доступ как я вам показывал опубликовать не сложно выбирайте свое имя либо же ставите птичку запретить общественно доступным поисковым системам показать мой сайт выбор за вами вот птичка и будете видеть тех кому вы настроите вот здесь настраиваете в заключение только скажу самое важное это страницы вид страниц тема и соблюдать заголовки под заголовки вот в этих настройках текста все использовать но не зачищать почитать статьи как этим правильно пользоваться для лучшей индексации вашего сайта также вы можете попробовать сначала прикрепить бесплатный домен френом у меня есть все видео об этом и также можете платные все здесь легко делаться все видео есть по этой теме на этом все друзья теперь вы знаете как создавать google сайт со своей новой темой всем пока пока успешного вам творчества